Яркая и красивая актриса Мария Порошина не так счастлива в личной жизни, как это может показаться на первый взгляд. Несмотря на все невзгоды и неудачи, Мария стойко переносит все трудности. В её сутках тише 24 часа, что и у других, но сколько она успевает? Звезде популярного сериала «Всегда говори всегда» удаётся полностью реализовать себя и в творчестве, и в материнстве. Актриса воспитывает пятерых детей, много работает, чтобы обеспечить свою семью. Но почему же смелая и сильная женщина осталась одна? Мы решили приоткрыть завесу тайны Марии Порошиной, но обо всём по порядку. Будущая кинозвезда родилась 1 ноября 1973 года в творческой семье. Отец Порошиной был солистом ансамбля «Берёзка», а мама – любимая ученица известного режиссёра Большого театра Бориса Покровского, которая многие годы служила в «Большом режиссёром». Когда Марии было 10, её родители развелись, оба создали новые семьи. Мама вышла замуж за известного актёра Дмитрия Назарова, который сейчас известен широкой публике по сериалу «Кухня». С ним у Порошины сложились хорошие отношения. Свои годы детства и юности актриса называет лучшими в своей судьбе. В выпускном классе Мария начала готовиться к поступлению в театральный вуз. Причём родные сразу же чётко обозначили свою позицию. Помогать, нажимать на какие-либо педали не станут. Получится пройти конкурс самостоятельно, значит, дорога в жизни выбрана верная. В школу-студию МХАТ Порошина попала с первой попытки, но проучилась всего два курса, а потом была отчислена по распоряжению Олега Табакова, который назвал Марию профнепригодной. Позже актриса признавала, что отнеслась к учёбе несерьёзно, пропускала занятия и могла прийти неподготовленной. Но она не сдалась и поступила в Щукинское училище. Сниматься в кино Мария начала в конце 90-х. Огромную популярность актрисе принёс сериал «Всегда говори всегда», первый сезон которого вышел на экраны в 2003-м. Затем было много других интересных киноработ. Предложения посыпались как из рога изобилия. Ночной дозор, дневной дозор, участок, ёлки, офицерские жёны и многие другие. Ещё во время вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ Мария впервые увидела актёра Гошу Куценко. Он был старше Марии на 10 лет, был опытен в амурных делах и обладал потрясающей уверенностью в себе. Порошина не устояла. Молодые люди сначала дружили, потом поняли, что любят друг друга и хотят быть вместе. Со свадьбой влюблённые решили не торопиться. Обучаясь на третьем курсе училища имени Щукина, Порошина узнала о беременности. Очень переживала, что не сможет посещать занятия. Но после рождения дочери Мария смогла участвовать в дипломных постановках. В творческой жизни Порошины всё было понятно, а вот в личной нет. Всему виной стало признание Гоши об измене. На тот момент маленькой дочери Полинки исполнилось всего три месяца. Куценко просто не устоял перед соблазнами жизни, поэтому брак и разрушился. Простить мужа Мария не смогла и сказала, что с этой минуты их пути расходятся. Куценко пытался помириться с супругой, но она была неумолима. В одной из передач актриса призналась, что ей не нужно было тогда принимать поспешных решений. Она любила Гошу, и без него жизнь казалась бессмысленной. Но упрямый характер и обида не позволили всё начать сначала. Хотя именно этого она хотела больше всего. Спустя некоторое время всё улеглось. Мария смогла не только сохранить дружбу с бывшим возлюбленным, но и разрешила ему беспрепятственно общаться с дочкой. Понимая, что дочь нуждается в папе и маме, актёры проводили выходные дни вместе. Полина пошла по стопам родителей и с 11 лет начала сниматься в кино. Актёрам не удалось создать семью, но они смогли стать по-настоящему близкими друзьями, которые приходят друг к другу на помощь в сложных ситуациях. «Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек» – однажды написала трогательное послание Порошина под архивной фотографией Скуценко. Поворотный момент в судьбе Марии Порошиной настал, когда она встретила Илью Древнова. Актёры разговорились в буфете Ленкома, а затем стали общаться и вне театра. Дружба плавно переросла в любовь, но с браком пара не спешила. Только после рождения дочерей Серафимы в 2005 году и Аграфены в 2010 году артисты подали заявление в ЗАГС. «У Марии и Ильи не было ни одного совместного свободного дня, чтобы зарегистрировать свои отношения. У Древнова много работы в театре, а у Порошиной постоянные съёмки в кино. Мы выбрали один день, потом перенесли на 18 декабря. И поняли, что если будет ещё один перенос, то не судьба, значит», – рассказывала Порошина. Несмотря на то, что Мария приехала в ЗАГС без паспорта, забыв документ на съёмках, друзья пары смогли уладить этот вопрос. Древнов и Порошина поженились, а в 2016-м у них появилась на свет третья общая дочка – Глафира. Кроме того, Илья относился как к родной и к наследнице Куценко Полине. Но на самом ли деле в семье царила идиллия? Казалось, период притирки позади, а рождение детей только сблизило актёров. Но в 2018 году Мария и Илья заявили о разводе. Так как пара не комментировала расставание, появилось множество версий, почему оно произошло. Одни знакомые твердили, что разногласия между супругами возникли ещё, когда Порошина была беременна Глафирой. Другие – что Древнов не смог смириться с успешной карьерой жены на фоне собственной невостребованности. Мама Марии, Наталья Красноярская, не сомневалась, что дочь рано или поздно разведётся с Ильёй Древновым. Дело было в инфантильности актёра, который не помогал работавшей за двоих жене. О том, почему брак распался, Порошина рассказала позднее. «Мы несколько раз расходились и сходились, но однажды поняли, что лучше всё-таки жить порознь. Надеюсь, нам с Ильёй удастся остаться в добрых отношениях. 17 лет – огромная часть жизни». Развелись влюблённые, когда Мария находилась на третьем месяце беременности. Уже будучи одинокой, в январе 2019-го она родила сына Андрея. Поклонники предположили, что в истории замешана измена, ведь актриса так и не назвала имя отца-ребёнка. А весной Илья обратился в Тушинский районный суд Москвы с иском к экс-жене, чтобы оспорить своё отцовство. Впрочем, по словам актёра, самый сложный период после развода остался позади, и теперь супруги поддерживают дружбу ради общих детей. Кто же отец ребёнка Порошиной? Тайна, покрытая семью печатями. На это есть несколько версий. В окружении актрисы появились сплетни о том, что она закрутила роман с женатым коллегой Ярославом Бойко, который и стал отцом Андрея. Однако подобные домыслы у самого артиста вызывали лишь улыбку. В окружении актрисы бытует и другая версия. Мария встречалась с Пьером Луи-Вюйтоном, который должен унаследовать Луи-Вюйтон. Говорят, что они познакомились на светской вечеринке. Но подруга Порошина это отрицает. Говорят, что Маша хоть и известная артистка, но не уровня долларового миллионера. Хотя и признает, что мужчина дарил Марии подарки, которым та относилась совершенно спокойно. Судя по третьей версии, отцом пятого ребенка является некий российский чиновник, имя которого не называется, так как тот занимает весьма заметный пост. Говорят, что с ним звезда состоит в отношениях уже много лет, и он как может поддерживает любимую, в том числе и материально. Открыто назвать отца своего единственного сына актриса отказывается. Заявляет, что это иностранец и живет в другой стране. В самые трудные моменты жизни рядом с Марией находилась сильная и волевая женщина – ее мама. Наталья Красноярская поддержала дочь, когда та вышла из декрета спустя два месяца после появления на свет сына. Но вдоволь насладиться общением с внуком Наталье было не суждено. В марте 2019 Красноярской стало плохо на работе в Большом театре. Ее срочно госпитализировали. 30 апреля родственница Марии скончалась. В настоящий момент Мария Порошина зарабатывает достаточно. Она берется за любую работу и сама оплачивает все расходы. Она финансово независима и вполне может обеспечить своих детей. Многодетная мама умеет справляться абсолютно со всем. Она способна выполнить любую миссию. И мы желаем Марии только радости и приятности от любимых детей. Будь всегда красива, очаровательна, талантлива, успешна и любима своей замечательной семьей.